Пациент с метастазами в печени после химиотерапии на снимках КТ их больше нет. Хорошая новость, но не для всех. У 80% таких больных остаются раковые клетки, которые могут дать рецидив. Как их удалить, если хирург больше не видит опухоли? Учёные центра Герцена разработали методику, которая решает эту проблему. До начала химии пациенту устанавливают имплант из титана. Этот метод не вызывает осложнений серьёзных. Учёных проводится в кабинете ультразвуковом и с помощью биопсийной иглы заводится в очаг под местной анестезией. Небольшая спираль теперь хорошо видна на ультразвуке. Это навигационные метки, которые помогают хирургу визуализировать этот очаг на операции. Достоверно понять, что именно там находился опухолевой процесс. Научные победы, которые приближают врачей к победе главной — над раком. Авторы именно таких проектов стали лауреатами премии имени академика Савицкого. Пионера российской онкологии. И наукой, и практикой, и тиражирование науки в практическое здравоохранение. Рассчитываем, что это первое, но станет традиционной. Поэтому многие врачи будут отмечены, но только онкологи по разным направлениям. Лучший радиолог Анастасия Кулакова из Екатеринбурга. Её отделение первым в России внедрило метод ядерной медицины у пациентов с метастазами рака предстательной железы. Мы стали использовать радионуклидную терапию препаратом РАДИ-223. Это такой таргетный препарат, который воздействует непосредственно очаги. И это единственный препарат, который увеличивает общую выживаемость у данной кокорды пациентов. Хирург научной клиники МГУ Роман Ищенко получил премию за использование трансплантационных технологий. Когда рак поражает сразу несколько органов, таким способом часть из них удается спасти. Забрюшенная опухоль, прорастающая в почку, в поджелудочную железу, в кишечник, в диафрагму, в селезёнку. Удаляется всё вышеперечисленное. Из этого массива выделяется почка. Проводится контроль краёв резекции сразу, интрооперационно, чтобы там не оставались частицы опухоли. И эта почка может быть возвращена в организм. Лауреата выбирали тайным голосованием после строгого отбора медицинским жюри. Поэтому премия Академика Савицкого – знак высокого признания коллег.